Тема моего доклада будет посвящена именно лекарственной терапии рецидивирующего бензально-кличного рака кожи. И немножко вкратце о том, о чем мы все уже давно и говорили, и знаем, в общем-то. Но хотелось бы все-таки акцентировать то, что чаще всего это есть определенные страны, которые вызывают, у пациентов которых чаще всего встречаются, о том, что если у пациента существует один, два или более, они имеют больше высокий риск развития опухолей в дальнейшем, этих опухолей в дальнейшем. А также та категория пациентов, у которых имеется базальный плеточный рак, также может иметь и другие опухоли. И хотелось бы сказать о том, что самое главное, о чем и ссылки представлены, то, что в настоящее время базальный плеточный рак стал встречаться чаще у молодой группы людей и уравнилась, в общем-то, как и мужчин, так и женщин в полтора к одному. Но и есть тенденция к тому, что одинаковое количество женщин и мужчин страдает этим заболеванием. Характерно клинические симптомы, мы о них все знаем. Бытует мнение до сих пор, что базальный плеточный рак не метастазирует, что удивляет, что до сих пор еще есть специалист, который считает, что он не имеет метастаза. Но на самом деле мы столкнулись и участвовали в этом исследовании, в котором говорилось о том, что действительно встречаются эти пациенты, очень агрессивное течение, разрушение костей. Ну и хотелось бы сказать о том, что базальный плеточный рак, он встречается чаще всего, конечно же, на открытых участках кожи. То есть чаще всего это лицо и реже это туловище. Встречается чаще всего у женщин на конечностях. И по, естественно, гистологической разновидности имеют тенденцию к различной локализации на теле человека. Формы их различные. И по классификации понятно, что представлено низкого риска и высокого риска рецидивирования. Есть и определенный генетический профиль. Уже, в общем-то, давно ссылается очень много источников о том, что данные о потере гетерозикотности по гену в хромосоме определенно обнаруживаются спорадически у всех базальных клеточных карцином. Ну и хотелось бы сказать о том, что было интересное исследование, в котором говорилось о том, что не зависит от цвета кожи и от цвета волос. Хотелось бы сказать о том, что то наследственное заболевание, которое мы встречать стали чаще, реже то, что было раньше, это аутосомно-доминантное наследственное заболевание, синдром базальных клеточных невусов. И хотелось бы сказать о том, что мы сейчас стали встречать это чаще, и пациенты с этим данным синдромом уже имеют зародышевую мутацию в этом гене, который, естественно, кодирует рецептор сигнального пути HEDGCOG. Что хотелось бы сказать о том, что сигнальный путь ингибиторов имеет свои подходы в операбельности, в неоперабельном базально-клеточном раке кожи. Есть стандартные методы лечения, о которых говорились, и, в общем-то, есть рекомендации, о которых мы уже неоднократно сегодня вспоминали, о том, что необходимо выполнять, при какой локализации, какой именно метод преимущественно для определенного пациента и локализации. Соответственно, моя задача сегодня рассказать о лекарственной терапии, ну и в целом еще о различных видов разновидности базально-клеточной карциномы. Есть классические, есть узловые, и хотелось бы показать о том, что действительно на данном слайде представлена гистологическая структура, и, как видите, она разнообразна, и все это базально-клеточный рак. Это разновидность различной формы, но в целом это одна опухоль. И о клинических рекомендациях CCN они представлены, мы все о них знаем. Хотелось бы просто немного напомнить о том, что все идет относительно группы риска, и, естественно, это группа риска низкого и группа риска высокого. Тактика ведения лечения данных пациентов зависит от также краев резекции. Естественно, основными являются, если края резекции положительные или отрицательные. В зависимости от этого, выполняется тот или иной, имеется та или иная тактика в отношении данного пациента. Ну и выбор метода лечения. Данная пациентка находилась на лечении, и ей проводилось категорически отказываться от лечения другими методами, такими способами проводилось лечение при помощи мази Алдара и проспединовой мази. Но на самом деле там еще было некоторое количество мазей, о которых я не могу назвать, и пациентка сама в том числе. Но у пациентки не было эффекта. Естественно, как было до того, было проведено лазерное иссечение, какое-то иссечение было также небольшое. В самом начале лечение этой пациентки отдали, она вот все время применяла вот эти мази. Естественно, был рецидив, пациентке было предложено, она наконец-то согласилась, было предложено хирургическое вмешательство. Ну, соответственно, объем операции был выполнен, и пациентка находится до сих пор без рецидива. У нее все, в общем-то, в настоящий момент хорошо. Но те мази, которые она использовала, к сожалению, вот никакого результата не привели. Есть категория пациентов, о которых я уже говорила, которые имеются и носители этого синдрома, и наследственных мутаций, в том числе пациенты, которые имеют небольшие в области угла тоже спорные вопросы в плане хирургического вмешательства, либо это делать креохирургическое, либо все-таки мази. Все, конечно, зависит от менталитета, зависит от самого пациента, от того, как он ощущает, как он живет, и как он вообще представляет жизнь в целом. Живется ему вот с таким ухом или нет, это порой не понять, почему вот пока ухо не отвалится, не отвалится, но они не приходят. Это очень сложно объяснить, да и непонятно. И порой, когда задаешь вопрос пациента, почему вы до сих пор ходите, они объясняют, что вот как бы не видно, а теперь видно. Ну и вот хотелось бы рассказать о том, что мы все-таки, у нас есть небольшой опыт лечения мазями. Эта пациентка также с большой такой сопутствующей патологией, у которой она лежащая, эта пациентка. Ей родственники, очень тщательный такой уход за этой пациенткой, родственниками, они все-таки приобрели мазь глицефон. И вот мы получили вот такое фотографирование, естественно, фотофиксация произведена была, и мы получили вот такой вот эффект от проведенного лечения мазью глицефон. Следующая пациентка также была, проводилось лечение, и, как видите, у нее имеется первичная вот такая вот опухоль в области кожи лба. Проведено также было лечение вот этой же мазью, и, в общем-то, мы получили эффект. Но я хочу сказать о том, что на самом деле очень большое значение, как видите, есть эффект от проводимого лечения. Конечно, он недостаточен и не очень, в общем-то, для нас устраивает. Но в целом, если говорить о том, что пациентка ходит с такими, это большая проблема, но пациентка неоднократно лечена по месту жительства и облучения, и операция, но тем не менее рецидивирующая опухоль. И, соответственно, эффект был получен. Но прекращение лечения именно по какой причине? По причине того, что на фоне лечения глицефона возникают такие вот изменения. Появляется крапивница, и в области появляется сыпь, что приводит к очень тяжелому состоянию и болезненности в области данных. Ну, вот, в общем-то, у этой пациентки верхней конечности пациентка прекратила применение этой мази. Но, как видите, эффект был получен хороший, в общем-то. И, значит, пациентка, со слов у нас нет, к сожалению, фотографий, но пациентка продолжает с трехмесячным перерывом продолжать использовать эту мазь. Они сделали определенный перерыв, и вот это вот на носу, это корочки от после ожога, вследствие ожога, ввиду того, что когда используют эту мазь, обязательно необходимо использовать. Это некратно объясняется, но, к сожалению, цинковая паста тоже не всегда помогает вокруг защищать здоровые ткани, поэтому мы видим вот такое вот осложнение. Данная пациентка тоже неоднократно лечена по месту жительства, выполнена лучевая терапия, проведена пациентке, но у нее появился рецидив, она категорически отказалась от какого-либо вмешательства, сама приобрелась глицефон, и также проводилось лечение. Вот в настоящий момент у пациентки уже в течение, сколько я помню, полутора лет уже нет рецидива, и она прекращала неоднократно лечение. Как видите, у нее первичный очаг локализовался первый слайд, и вот этот вот отек и мягкие ткани, и такая гиперемия выраженная, температура местная, и сама температура общая, у пациентки имелась температура тела повышения, она прекращала, и далее через три недели опять был повтор. Ну и в целом она добилась, в общем-то, эффекта, как видите, у нее в целом очень неплохой эффект. Ну и хотелось бы сказать о таргетной терапии, о которой невозможно не сказать, из-за того, что единственный препарат, который существует у нас в сегодняшний день, это висмедегип, который является основным в механизме, молекулярном механизме развития опухоли, лежит сигнальный путь хедж-хока. Почему хедж-хок? Это вот эти вот мушки-дрозофилы, которые имелись, они при появлении таких, значит, отростков, которые похожи на ежика. И вследствие этого, конечно, его назвали, вследствие патологической активации белка СМО назвали вот такой вот сигнальный путь хедж-хока. Ну и, в общем-то, я хотел бы сказать, что это является дезактивацией этого сигнального пути, она вот и является повышенной активацией этого протеинного белка. Ну и этот препарат как раз-таки был создан для лечения таких пациентов. На самом деле мы участвовали в протоколе, и было интересно то, что эти пациенты, у которых вот данная пациентка тоже находилась, значит, на лечении и отказ от операции. Естественно, изначально ей проводилась и лазерная деструкция, и были иссечения, но впоследствии она отказалась вообще что-либо делать. Был получен эсмодегиб, и в целом вот у пациентки два года, она безрецидивный период. Данный пациент был множественным поражением базально-плеточным раком, представлена только волосистая часть головы, но хотелось бы сказать о том, что не только волосистая часть головы была поражена, у него были поражены кожные покровы лица, туловище и конечности. Соответственно, у пациента практически все образования, образования на коже, они были регрессированы. Впоследствии мы наблюдаем этого пациента по сей день. И лучевая терапия, о которой говорится, и мы видим рецидивы, к сожалению, вот этот пациент тоже, он был включен в протокол, и этот пациент был неоднократно оперирован, неоднократно лечен. Но, как понимаете, когда на коже лица имеется огромное количество на образовании кожи, невозможно, в общем-то, этим пациентам выполнить истечение бесконечное на лице. Это достаточно сложно. Конечно, в этой ситуации висмодегипа он помогает. И, как видите, деформация хрящей носа, это все уже после лучевой терапии, но и очисленные изменения в области кожи лица, щек в области наружного угла глаза, в общем-то, весь пациент был покрыт весь, как видите, вот этим на образовании. Ушные раковины полностью были тотально поражены также по задней поверхности базально-плеточным раком. Ну и у него был также полученный эффект, и, в общем-то, мы получили эффект после трех месяцев лечения. Самое частое осложнение, почему у нас было три пациента выведены из этого исследования, потому что у них самое неприятное ощущение – это судороги, которые были у пациентов, и нарушение вкуса. Вот если оценивать все нежелательные явления, то, что больше всего пациентам не устраивало, и почему они действительно не хотели участвовать, это нарушение вкуса на самом деле. Ну и на втором месте – это мышечный спазм, потому что к вечеру у пациентов появляется судороги ног. Такие вот два таких вот были явления. Ну и, как видите, все-таки выживаемость была достигнута, 9,3 месяца все. На самом деле это исследование было проведено и у пациентов в основном и для метастатических. У нас большая часть пациентов также была метастатическими формами. Ну и хотелось бы сказать о том, что если уж говорить в целом о протоколе, то у этих пациентов на самом деле хотелось бы сказать о том, что те пациенты, у которых были выявлены метастазы, часть пациентов, конечно, с костными метастазами была прогрессия, а часть пациентов мы получили эффект. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос, комментарий. Вообще механизм хэш-лака очень интересен. Это созревание ткани в процессе эмбриогенеза и два варианта нарушения – леганд-зависимый и леганд-независимый. Вот для базальной клетчатой карциномы характерен леганд-независимый путь, мутация СМО и ПТСХ. И вот вы показали исследование реванса, а более... Есть еще, да, я просто одно. Да, исследование СТИВИ, где показали действительно очень хороший контроль, потому что в группе с рецидивным местно распространенным раком контроль заболеваний 92%, а 73% метастатическая форма. Для себя 15, да. И вот у меня вопрос следующий. Эти пациенты, действительно, для них это выход. Это мы знаем прекрасно, и пациенты неплохо идут, но вот из-за нарушения, да, в основном это дисгивзии, спазмы, или для нашей страны не дают препарат. Часто бывает, они месяцев 7-8 получают, потом терапия прерывается. Вот на ваш взгляд эффективно продолжение через перерыв какой-то месяца 2-3-4? Вот у вас, может быть, опыт есть в протоколе. Повторное назначение после перерыва. Да, у нас есть пациент, который самостоятельно стал приобретать, он отменил препарат, мы его вывели из исследования, и потом по условию исследования мы не могли включить его повторно. Соответственно, через 4 месяца пациент сам приобрел препарат и самостоятельно его принимал. И действительно, хотя у него после прекращения, через месяц уже стали появляться новые образования. То есть не в той зоне, где были очаги, а именно новые. Да, новые они появились на коже, и он самостоятельно приобрел препарат, ему откупили родственники, помогали всей страной. И, в общем-то, он принимал в течение полутора лет. Ну, а потом вот у него не было новых образований на фоне этого лечения. Он получил, он приходил к нам, он показывал, что да, действительно. И, насколько я помню, он обращался за поддержкой и выше, так сказать. Ему помогли и регионально. То есть фактически, ну, больше мы его, к сожалению, не видели. Он ушел из наблюдения. Ну, вот это проблема, потому что действительно замечено, что все-таки медиана ответа достаточно долгая. Там более 26 месяцев, а после прекращения прогрессии. И вот в сентябре будут опубликованы данные, правда, инициированные производителем, которые показали эффективность РЭНа значения через 3-4 месяца. И еще одно тоже интересное, мы это обсуждали в Уфе, то, что проведено сейчас расследование ВИСМАНЕО называется, где исследовался препарат в плане адювантной терапии. И оказалось, что в группе адювантной терапии 63% отмечено полную резорцию. И хирургическое лечение вообще не потребовалось. В частности, данные будут обновлены тоже, они скоро будут опубликованы. Есть ли вопросы еще в зале? Ну, к сожалению, постоянно надо принимать этот препарат. Потому что как только мы отменяли, мы сразу видели рецидив. Это было уже как бы понятно, что... Там еще был в протоколе такое окно, когда пациенту давалась возможность не принимать какое-то время препарат, а потом возобновить. И вот... Павел Викторович, Вы хотели задать вопрос? Замеревмедов, спасибо. Очень интересный материал. А Вы не пробовали использовать криодеструкцию? Или одну, или в сочетании? Криодеструкцию? Значит, спасибо большое. На самом деле, мы очень интенсивно работаем в плане криодеструкции. У нас очень большой опыт уже лечения данных пациентов и незначительное количество рецидивов. В плане данных пациентов они действительно получили, не конкретно эти пациенты, а в основном мы больше смотрим в сторону криодеструкции у такой категории пациентов. Просто эти пациенты конкретно, они были включены в протокол. В рамках протокола данным пациентам нельзя выполнять какое-то другое вмешательство. Но я с Вами абсолютно согласна, что это пациенты, выбор для них – это криодеструкция. Потому что выполнение стечений неоднократных на лице, оно, конечно, достаточно сложно. Когда они появляются в течение полугода новые и новые. Спасибо. Казанский препарат, который для химии… Глицефон Вы имеете? Глицефон, да. Но только я не ослышался, что пациенты сами использовали его у Вас. Совершенно верно, он стоит 7 тысяч рублей. Не в 7 тысячах. Да. Сами накладывали, да, что-то это я как-то удивлен. Они, значит, да, действительно, они амбулаторные. Они амбулаторные. Пациенты амбулаторные. Им, значит, объясняется, как приходят, а сами имеется в виду по месту жительства. У них есть на участке врач, который помогает им это обеспечивать. Имеется в виду не мы конкретно, а по месту жительства они выполняли эту процедуру. То есть врач наносит аппликацию, делает в мази? Ну, вероятно, врач или медсестра по месту жительства, наверное, да. Маленькая группа больных, эффект потрясающий, но это возни столько требует. Если они будут самодеятельностью заниматься, носы и все остальное у них отлетят. Нет, 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 там, значит, связывались с врачом по месту жительства. Да, действительно, мы не можем этих пациентов... Нет, нет, пациенты находятся под наблюдением, а сами они отваливаются, носы точно будут. Потому что, действительно, очень большой ожог от глицефона. Согласна. Вы сказали, что в вашем наблюдении было где-то полтора года человек использовал, а потом новых не появились, правильно? Да, да, да. Тогда, а что насчет периодичность, допустим, через какой-то срок, допустим, 6 месяцев постоянно используют, потом перерыв какой-нибудь... Вы про висмодегип имеете в виду? Да, так и вот эти опыты есть. Ну, аналогичный вопрос Андрей Павлович задал о том, что возобновлять или нет. Вы имеете в виду этот? Да, но конкретно по срокам у вас какие-то опыты есть? Нет. Вы можете сказать, что через какое-то время это допустимый прерыв сделать, а потом продолжать? Ну, вот твердое убеждение, что меньше, чем полтора года необходим постоянный прием. После полутора лет приема мы уже видим, что есть эффект, он стойкий. А те пациенты, которые вышли через три месяца после приема препарата, вот они прекратили из-за того, что появились нежелательные явления, причем была госпитализация, это серьезное нежелательное явление, когда появляется госпитализация ввиду судорог. В этой ситуации, конечно же, сразу был рецидив. Те пациенты, группа пациентов, у которых полтора года они все-таки выдержали, эта группа до сих пор держится. Протяжение уже сколько прошло? Достаточно. 14-го года был протокол. Данные о допустимом промежутке будут в сентябре опубликованы. Вот об этом и говорит, да, Андрей Павлович, что в сентябре будут. Спасибо большое.